Альбус Нокс Луна, потому что именно они проиграли первый матч в рамках этой Best of 5 серии, дорогие дамы и господа. Второй матч вот-вот подходит. У нас очень скоро начнется драфт-фаза, но прежде, конечно, мы немножко обсудим и прошедший матч, и, разумеется, обсудим, что нас ждет в дальнейшем. В дальнейшем, я думаю, Айнекс надо пересмотреть свои баны, потому что такие чемпионы, как Там Кенч, еще вчера показывали Вега, что с ними у них 100% винрейт был, пока его не забанили. И вот недооценка такая, потому что мы сегодня разговаривали как раз, как ты говорил, с аналитиками Айнекс, и он рассказывал нам про сетап именно Гангпланка и Джина, что это прям не контрится. Я говорю, а вот если будет Там Кенч, он сказал. И Там Кенч тоже умрет. Ну, как видим, ни разу это, не, один раз на боте сработало, и то они там получили 2 или 3 килла. Но все равно было видно, что этот сетап, он контрится. Я хотел бы еще отметить, что макроигра у Айнекс все равно хорошая. Сколько бы киллов не делали Вега-Сквадрон, первый раз они вышли по золоту, при том, что у них было преимущество по счету, на 28-м минуте на 100 голды. И еще такой момент, что Айнекс эту игру именно играли не то, что расхлябанно, они играли не в свою игру, они именно в аркадку, в такую нави играли, потому что постоянно КС-1 смещался то на бот, то на топ. Просто с той фарми, если там кого-то убили одного, как они играли весь свой сезон и прошлые плей-оффы, просто спокойно фармят. Если кого-то убивают, они забирают всегда больше. А сейчас они пытались почизить, не получилось, сейчас они должны перестроиться. И мне интересно, как это поражение на них повлияет, что они поменяют в своей игре, в своих пиках, в своих банах. Да, и несомненно, стратегия будет как-то, скорее всего, видоизменяться, может быть, опять какие-то козырные карты пойдут. И мы очень много слов сказали как раз-таки о противостоянии на топ-лэйне, Нон Холли и Смурфа. И давайте посмотрим на их результаты по как раз-таки регулярному сплиту. И на самом деле по статистике мы видим, что в принципе Смурф и Нон Холли имеют очень хорошие показатели оба. Смурф в этой игре, кстати, любил поумирать один на один. Он то от Фиоры умрет, то от Владимира. С учетом того, что Альбус, Нокс, Луна в регулярном сезоне проиграли всего одну игру, поэтому у Смурфа в принципе и статистика лучше. Очень часто были такие моменты, когда игра выигрывалась без его участия практически. То есть там телепорт и макроигра. Основные победы зависели от этого. И сейчас мы видим то, что у Эйнексов план на игру по сути не меняется. Драфт у них был хороший в прошлый раз. Единственное то, что подкачало, это уже, наверное, бан фаза именно. Потому что Нидали сейчас такому игроку, как Занзара, ни в коем случае нельзя отдавать. Да и к тому же, как мы видели, правая сторона для Веги, она достаточно комфортна, потому что они могут законтерпикать либо мид, либо топ. Я хотел бы еще немножко добавить то, что даже не то, что дело больше в Нидали, а именно стажер забыл, как играть против Нидали. И он не купил ранее Тиамат. Он именно пошел в джангл-итем, из-за чего просел на 30 крипов уже на 8-й минуте. Ну, вообще не знаю. На самом деле именно по банам я бы сказал, что в СНГ лучше банить именно то, на чем играют ребята. То есть они забанили Виктора, Хикарима и Севир. А это именно то, что в принципе надо. По сути, можно Севирать лишнее. Тамкенч был бы лучше, потому что вчера было видно, что Тамкенч от Эдварда, он очень хорош. По сути, он не является каким-то плеймейкером. Тамкенч используется чисто для того, чтобы спасти своего кэри, спасти человека, который встревает. И Эдвард не играет за Тамкенча так, как делал это Ликрит. То есть он летит вперед во фронтлейн, кого-то пытается вытащить, сам именно схватить уже за счет своей вэшки, присоединяем такую позицию, чтобы можно было его зафокусить и быстро убить. Эдвард играет в чистой утилити. И самое главное, что для Веги это подходит. Поэтому этот пик намного опаснее, он просто неприятный. Да, и такие вот игроки как раз, такие точнее нанескейповые адекери вроде Аши, они как раз нуждаются в таких чемпионах, которые могут их легко вытащить. Ну что ж, дорогие дамы и господа, наша драфт-фаза очень-очень скоро начнется. Но прежде мы посмотрим одно очень интересное интервью с одним из игроков Альбус Нокс Луна. В обычном, так сказать, смысле, потому что в какой-то момент мне уже понравилось не то, что вот я играю в Лигу Легенд, там захожу к какому-нибудь Варвика, там и начинаю там фармить крипов нереально, или там играть с друзьями. В какой-то момент мне понравилось именно соревноваться с другими игроками, быть лучше, чем они, побеждать их. У стажера меня познакомился, когда, наверное, ему было лет 15. У него тогда был ник ПВП Крендель. Тогда мы и начали играть. Он не был настолько сильным и уверенным в себе игроком, каким развился после. У стажера хорошее умение обучаться, и это и привело его к тем высочайшим результатам, которые у него есть сейчас. Лига Легенд стала моей основной занятостью, основным видом деятельности, моим творческим направлением. И в итоге я начал вкладывать время в то, что держать себя постоянно в форме, это как раз-таки является моей визитной карточкой, то, что я зачастую или почти всегда в городе. С момента назначения стажера главным за всю движуху, в скобочке с шаткодером, капитаном, получилось так, что большую часть времени он выполняет эти функции значительно лучше, чем любой другой, выполняющий те же обязанности в СНГ. Хорошо ли это для команды? Безусловно. Накладывает ли это груз ответственности и моральное давление на стажера? Конечно. Справляется ли он с этим? Пока да. Я надеюсь, что так будет продолжаться и в третьем. Идут дальше Эйнексы. Очень решительная игра. Минус Виктор. Играют по Нанхоле. Нанхоле ультует. Ему не уйди. Еще и Нанхоле получает ульту от Кейтлин. Минус Эко его забирает стажер. Трипл килл для Грейвса. В этой драке можно идти на Т1 на миде. Лидерство — это непросто. Это, скажем так, большая ответственность. Ты не можешь просто стать лидером. Ты должен еще и постоянно это подтверждать. Потому что на это не просто взять и говорить людям, что делать. А еще и понимать, куда ты должен двигать команду. Как тебе ее развивать. Куда тебе самому развиваться как лидеру и как игроку. Я считаю, что если ты начал какое-то дело или взял на себя какие-то обязательства, ты их должен либо выполнить, либо приложить все свои усилия, чтобы их выполнить. Однажды, нарушив, скажем так, свои обязательства, ты уже не сможешь восприниматься как ответственный игрок или человек. Победа — это результат вашей работы и ваших стараний. Если вы выигрываете, это значит, что вы не зря протратили свое время, часть своей жизни на то, чем вы занимаетесь. Шотколером — это чрезвычайно важный и ответственный. Это большая ответственность, которую берут на себя игроки как раз-таки в команде. И стажер — один из тех игроков, которые взяли на себя эту серьезную ответственность — быть шотколером, быть капитаном. Поэтому стажер действительно молодец. И опять же, по словам Ликрита, например, он с этим справляется хорошо. По сути, если взять прошлый сезон, мы все время все жаловались, что у нас нет в СНГ лесников. Но появился стажер, сменивший позицию стопа на лес, приезжает на вайлдкарт, где стомпит абсолютно всех лесников с разных регионов. И тогда у нас некое удивление это было. Все-таки появляются у нас молодые юные таланты, игроки, которые именно на этой позиции научились играть в команде. Сейчас мы видим то, что Занзара очень сильно и быстро набирает форму. И для стажера это будет очень и очень сложный, конечно же, конкурент. Да, соперник он крайне опасный. Ну, вообще мне нравится именно, почему стажер относится к лиге, как именно к работе. Потому что почти все про-игроки, которые играют в эту игру на протяжении 6 лет, там, может, по 14 часов, да, они почти все, почти всем эта игра, ну, немного так поднадоела. Поэтому они относятся к работе. А у анексов, именно вся команда, у них такой рабочий настрой. Они, по сути, не друзья друг к другу, а просто коллеги. Бойцы, ну что же, а мы готовы перенестись в пики и баны. Драфт фаза противостояния команды Альбус Нокс Луна против Вегас Квадрон. Баны у нас уже на экранах. Виктор пока что забанил первым со стороны Альбус Нокс Луна. Тем не менее, бан фаза, как как раз таки мы обсуждали, должна, по идее, измениться. Немножечко. Вега, кстати, выбирает сейчас правую сторону, что достаточно интересно, потому что Эйнексы сами по себе всегда выбирают левую. Возможно, мы увидим все игры именно на таких сторонах. И Виктор вновь банится против дроповика, что неудивительно, потому что вчера именно две игры он выиграл против Нави на Викторе. Там Кенч банится со стороны Эйнекс. Они все-таки понимают и боятся силы этого чемпиона. И, естественно, этот герой уходит в бан. Сейчас, мне кажется, должен быть забанен Джин или Ганг Планк со стороны Вегас Квадрон. Все-таки разбить немножко эту комбинацию. Эйнекс не забанили сейчас Хекарима, как сделали в прошлой игре, но, как мы видим, Нидели они совершенно не боятся. Возможно, стажер подготовит какой-то пик определенный для игры против нее. Возможно, он мог бы ее взять в кулочках, но взял Рик Сай. Да. При этом ласт бан был Грагаса, что мы видели во всех абсолютных играх. То есть сейчас считают абсолютным таким год-тир лесником именно Грагаса обе команды. Ну, вообще, Вега пикает по шаблону, поэтому, скорее всего, сейчас уйдет именно пик на бот, потому что будет какой-то сильный, стабильный до-бот. Скорее всего, может быть, Аша Тарик или Джин Тарик. Посмотрим, что будет. Да, Джин сейчас в текущем мете крайне силен. Тем более, опять же, если Альбус Нот Слуна смогут получить свою комфортную вот эту связку Ганг Планк плюс Джин, сейчас без Тамкенча у Веги может не найтись ответ на это. Сейчас прям полностью бот-тейн брать нельзя, на самом деле, потому что если ты берешь, допустим, Ашу Тамкенча, тут понятно, Тамкенч очень сильный дезенгейджер. А вот если возьмешь Тарика, можно получить уйму контрпиков. Вега до этого пыталась брать все время. Если была доступна Аша плюс Тамкенча, они эту связку забирали. Но когда этой связки не было, их бот сразу не так сильно интересовал. А вот ГП они отдавать не собираются. И к тому же Шен еще находится у нас не в бане, который вчера очень часто банился и когда выходил, в основном в своих играх побеждал. Смурф на этом персонаже хорошо играл. Правда, против ГП это, наверное, не самый такой приятный будет выбор. Матчап будет сложный. С другой стороны, и Шен, и Ганг Планк могут глобально помогать своей команде, что как раз-таки друг друга их преимущество нивелирует в какой-то степени. Ну, вообще, если у ГП будет какой-то сложный матчап на топе, то, скорее всего, может быть, ГП на мид, как от Саулюса. И Вега возьмет такую комбинацию, как Шен Хикарим. Поэтому надеюсь, что они будут дайвить бэклайн. Я не думаю, что будет ГП отправлять на мид для дробовика. Он чувствует себя комфортно на магах, хорошо на них отыгрывает. Не вижу смысла отдавать ему Ганг Планка. А Нон Холли вчера пятую игру практически в соло выиграл. К тому же дробовик действительно, у него достаточно большой широкий чемпион пул, чтобы этими персонажами отыграть. К тому же ГП явно сейчас будет полезнее для них именно на топе. Появляется Гнар плюс Тарик от команды Эйнекс. Снова хотят для рекрита этого Тарика оформить здесь. В принципе, решение для них понятное. Тем более, что Эдвард может взять Тарика. Мне кажется, мы от Эйнексов дальше сможем вновь увидеть именно Касадина. Потому что эта связка сильная, эта связка работает. И Вега может догадываться, против чего им придется играть. Поэтому пик на мид подобрать комфортный для себя. Мы как раз много обсуждали о том, что Касадин, которого очень активно берут Альбус Нокс, его, он в свою очередь контрит Виктора в какой-то степени. Поэтому то есть настолько сильно страшаться этого Виктора от дробовика, что все равно, даже несмотря на сильного Касадина, банят его. Кстати, вот молодец Ник, я забыл подметить, что банят Виктора, при том, что брали Касадина, а Касадин идеально стоит против Виктора. Ну, мало того, он еще хорошо стоит против Владимира, плюс он взял Ферст Блад. Ну, по-моему, дробовик в прошлой игре он именно взял Сберидюс Саш. Ничего себе, появляется Жанна для Вега-Сквадрон. Даже или то, что мы теперь уже даже удивляемся такому пику, как Жанна. Ну да. Им нужно было Дизнгейджер, на него взяли. Такое ощущение, что Эдвард, кстати, на Дизнгейджерах только пока не может отыгрывать хорошо, потому что вчера он брал Трэша, и у него как-то не особо получилось. Это необходимость, скорее всего, сейчас для Веги, потому что он играет с XD-Смайли, который, по сути, очень неплохо стоит свою лейн-фазу, и самое важное, то, что он не умирает на ней часто. Да, он может на ней просесть, но в дальнейшем он не начинает видеть, как многие, допустим, Адакэри, и выпадает совсем из игры. Если он отыгрывает на таких персонажах, как Эш, его могут поднабить слегка на линии, но он все равно всегда полезен. Он попадает своими стрелами, он в драках наносит достаточно большое количество урона, а Жанна как раз-таки чемпион, который может помочь ему реализовать свою лейн-фазу намного лучше. Я вот так смотрю на пики, и мне кажется, что Вега, они как-то вот в драфтах второй уже раз на шаг впереди, потому что я вот смотрю на эту Жанну, сначала так немножко удивился, потом смотрю, вижу Рик Сай, которая тоже проблема против него. Появляется Джин с Касадина. И против Касадина, кстати, Жанну тоже такой неприятный персонаж, поэтому пик Жанны здесь подходит практически идеально. Снова Джин, вот Альбус Нокс Луна, снова Касадин, то есть эти два чемпиона будут, наверное, появляться в той или иной степени в этой Best of 5 серии до самого конца, потому что слишком уж сильны эти герои, но они могут уходить в банк. Они могут уходить, да, они могут уходить в банк, либо появляться, соответственно, в пике. Вопрос в том, мидер здесь. О, Владимир, как вариант, да, который для дробовика вполне комфортный. Их устраивает это и вчера на Владимире как раз-таки дробовик одну игру выиграл, сегодня же уже смог тоже одолеть, поэтому Владимир может здесь для них зайти хорошо, тем более, что есть хорошая связка из АУЕ, которая в прошлой игре наносила слишком большие уроны. Мне кажется, дробовика вот этот Игнает на Владимире немножко подбайчивает, потому что прошлый Ховзблат. Да, да, да. Так вот, возвращаясь именно к матчапу КС-1 Владимир, мне кажется, именно стоит ему взять в этот раз телепорт и вместо первого итема прото-ремня, да, надо все-таки взять спиритмиссаж, потому что было видно, что не хватает ему эмреза, именно выживаемости, поэтому он все-таки умирал постоянно. Да, я бы еще отметил момент с Игнайтом на Владимире, то есть использует он именно этот сам Нерспл, не Гост, не какой-то там телепорт, а именно Игнайт. Здесь есть связь, потому что по этой причине он прото-белл первым предметом насобирал, потому что он дает тебе больше урона. Ты берешь Игнайт, чтобы выиграть свою лейнфасу, а в дальнейшем уже идти, начинать разгоняться, входить в мидгейм со всей силы. Да, ну что ж, дорогие мои господа, мы уже практически готовы врываться в матч и наши комментаторы уже заряжены и готовы к бою. Михаил Алсивор-Заверев и Юрий Флэшензнайт-Шаленков, вам слово. Друзья, счет уже 1-0, мы продолжаем нашу серию матчей, трибуна за нами. Давайте запустимся вместе сейчас волну по всему стадиону. Ребят, давайте сейчас покажем всем, кто на стриме, как у нас тут на стадионе круто. Давайте, поехали, волну запускаем, запускаем, поехали, вот с этой трибуны, давайте. Оп, и на весь стадион поехали, давайте. У нас сейчас, заодно посмотрите, как у нас волна на стадионе будет двигаться. Ребят, давайте, давайте. Еще раз, раз, два, поехали! Отлично, пошла, пошла волна. Но сейчас ребята пока вернутся со стадиона, пока там у нас Все пройдет, да, отлично, отлично, отлично Вот такие вот у нас дела, друзья, в ВТБ-арене И вот так вот сейчас болеют фанаты на стадионе Не только мы готовы к бою с Михаилом, как уже сказал Ник А также все зрители готовы к бою Противостояние Титанов, Альбус Ногслуна против Вегас Квадрон Финал на континентальной лиге, вторая игра Нанхоли получает стан, будет лепить Абельсин Нанхоли под Экзостом Что делать дальше, первая кровь для Альбус Ногслуна Что же сделал сейчас Нанхоли? Как пожадничал он, когда не перефлэшил этот стан Вот Нанхоли, видимо, не готов оказался к такому старту Потому что смерть на первой минуте Это очень неприятные обстоятельства в матчапе Гангпланка против Гнара Учитывая, что рейндж Гнар будет доминировать над Гангпланком теперь еще больше Длинный меч просто так, это очень много В таких матчапах мелочей не бывает Когда играют игроки экстра-класса Любая мелочь, а такая мелочь, как 10 силы атаки Это вовсе не мелочь, особенно на ранних уровнях Это многое И сейчас Нанхоли будет особенно сложно Это больше, чем дают все красные руны в сумме На атак-дэмэдж Но в любом случае Нанхоли, я думаю, игрок очень опытный и знает, как и в таких ситуациях тоже себя вести Благо там все-таки любой проигрок, когда долго играет, там весь линц в луку, а мальтавница в ВК переключить музычку Ну и такие ситуации, я думаю, случаются сплошь и рядом Тоже практика определенная имеется Ну а Вега отменяет Драгов сейчас в команде Альбус Нанс Учитывая закуп Нанхоли, это Мана, Кристалл и Фласочка Конечно, ему будет достаточно тяжело против Гнара, имеющего Доран, Шилд и Лоус Ворд Знаешь, драфты при этом команды поменялись О, Миракл, 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 Хилл тратится Миракл сейчас может на него умереть Смайли не полетел под башню Но размен сейчас изнурения на Флэш и Хилл в Миракл И Миракл уходит на базу вот этого Самое основное, потому что на первом уровне уйти на базу Если сейчас Вега сможет запушить так, чтобы Миракл терял крипов То Вега образует огромную проблему на боте для своих оппонентов Они запушат, они должны запушить и возвращаются на базу Сейчас Ликрит там никак остановить не сможет ничего Ну и продолжается у нас ровные размены Более-менее 1-0 и с одной стороны счет на топе Но с другой стороны на боте сейчас Миракл 1 на 7 фарма И, конечно, ему будет тяжело дальше Потому что играть против Нидели до 6 уровня связкой Джим Тарик Это непросто Учитывая то, дорогие друзья, что Два чемпиона, стоя на одной линии Получают в сумме больше опыта, чем один Сейчас уже Вега, конечно же, начинает по опыту доминировать на боте Несмотря на то, что Ликрит весь опыт забрал себе Вот интересный вопрос Что в руках Нанхоле сейчас сильнее? Фиора или все-таки Гангплан? Пока в опыту у нас заходит стажер Другвика сыграет по дробовику Другвика лужи, что ли, нет? Тратит флэш и уходит Дробовик? Возможно, лужа даже и была Но она бы не спасла в любом случае Потому что стажер бы фолловил дробаша И после этого дал бы свой выкоп А так Трата флэша для дробовика Это отличные новости для Кира Ведь ему можно будет легче стоять Ну тут Нанхоле мог и перефлэшить стан И качать сразу апельсины Потом флэшнуть даже Ну, не вовремя не среагировал В общем-то, бывает Бывает, пожадничал Это все-таки финалы И Нанхоле все-таки игрок еще достаточно Неопытный Особенно в условиях финалов Особенно в условиях, когда здесь Почти 10 тысяч человек Ать, стажер ловит копьё Занза идет дальше Но при этом, конечно, лепит быстрее Подключается От стана Занза уворачивается И на этом все заканчивается спокойно Обмениваются любезностями лесники Снова Занза перефармливает стажера Достаточно сильно Но, опять-таки, в случае Нидали Это неудивительно Опять Нидали обережает Риксай по опыту 16 на 9 по фарму И Занза себя прекрасно показывает Как агрессивный джанглер на Нидали Ведь мы и не видели его на ней А теперь он уже играет вторую игру подряд Возможно, это была заготовка Против Эйнекс команды Которая отлично проявляет себя В нитгейме почти всегда Если и будут какие-то еще заготовки у Занзы То их может быть много Это может быть Сиджуани Это может быть и Велинов Были времена, когда Занза прям уйму игр на них отыгрывал То есть было прям целое лето Когда Занза только на Нидали играл Кира по идее без проблем Идет здесь, да Когда Нидали не попадает копьем Ее ганг, в общем-то, уходит на ней Но, тем временем, Эдвард на Жанне Вот уж действительно сюрприз тоже Хотя, в целом, драфты-то не изменились На боте Джентарик опять с Касадином Топпер просто должен подключаться сам А не только ультой Но, как мы видели Одной ульты от ганг-планка было недостаточно Ну, а на боте у Веги все еще чемпион поддержки Который помогает отступать вам в первую очередь Ну, Смайли опять пытаются заобьюдить на боте Все еще есть все самонеры У ребят из ИНХ Кроме обеих самонерок Миракла Прочитал Смайли Прочитал своих оппонентов Отличный скаунтинг Во вражеский куст Не было видно Джанглера достаточно давно Ввиду чего Смайли понял, что он, возможно, стоит там Не заставил себя Вега сама вчера такое делала просто постоянно Это во-первых Во-вторых, в первом матче подловили Смайли на этом Альбус Ноксе несколько раз Таких ошибок он больше не допускает Игрок очень умный Не зря все-таки Вега Даже хоть чуть ли не в последний момент Они поменяли стрелка Но была она эта причина И мы видим, как Смайли себя отлично проявляет Пока что в гранд-финале Сейчас игра немножко стагнируется Потому что на топе чуть-чуть вперед вышел Смурф Делает он телепорт обратно на верхнюю линию Стажер до сих пор четвертого уровня А вот это интересная попытка Есть фиолетовый тотем Сразу все понимает Вегас-квадрон Стажер появляется на боте Получится ли что-то сделать А может быть Ой, станется Эдвард Дает щит Стан по Эдварду У Эдварда все еще есть флеш Но может быть поздно его использовать Выживает Эдвард Потратив флеш и хил Сейчас разменяли на флеш стажера И изнурение Эликрита Прекрасный размен от веги И очень самоуверенно И правильно, более того Играет сейчас Эдвард Мега пыталась дожить по максимуму Отлично это у Эдварда Получилось и Смайли подстан И попал 2 на 2 суммонера Но в условиях ганга 3 в 2 Это, конечно же, очень выгодно Потому что если бы потерял Смайли Все свои хп Тогда можно было уже дискутировать А так как их потерял Эдвард Он их тут же восстановил своими хоспоушами Знаешь, что-то я долгое время Слушал от вообще всей веги И от их тренера Шаркса И от их аналитиков тоже Что как здорово Они играют в спимах Как четко у них всегда все получается Как все знают, что происходит И как этого не происходит в турнирных играх И вот второй матч Когда вот за 2 игры Я увидел от веги всего одну И ту ошибку в одном поле На первом уровне В остальном Ну и от дробевика была странная Странная агрессия в первом матче В остальном, как четко Как агрессивно Занза опять отжимает Синеба по стажерам 34 на 17 Посмотрите, как тяжело сейчас Одному из лучших лесников Весной вообще Не только в СНГ Но и вообще По сути Во всех вайлдкарт регионах Занза играет очень агрессивно И он на 2 уровня Опережает своего оппонента Но что самое главное Он не собирается останавливаться И он понимает все свои тайминги Он показывает их вторую игру подряд И стажер вторую игру подряд Теряя бафы Не может противостоять своему визами Как бы сейчас не пришлось Альбус Локсом менять Вообще порядок драфта и банов На последующую игру Потому что Да, конечно Вега может и проиграть этот матч Но проблем Нидали создает очень много И ну как бы Приходится очень сложно ее сдерживать Кира играет в агрессию по дробовику Урона не хватает сейчас Игнайт у Кира нет Ввиду чего Добить дробовика не получается Но дробаш конечно знает об этом Ну тут у Кира вообще возможности нет Маны практически нет Чтобы проказ нормальный дать Уже дробовик сам тут Киру Может поднапрячь Если Кира сыграет в агрессию Потому что все-таки Игнайт сказывается Если попасть в W Именно по сопернику Там маны достаточно Останавливаются на лишний каст Ну а там тем временем У Кира катализатор с базы На капюшон дробовика У него по-моему И в прошлой игре был тоже капюшон А потом проторемень Или там сразу-таки проторемень Если я не ошибаюсь Был сразу проторемень Да, окей А потом был как раз плащ Ну Данзара шестого Стажер тоже шестой своей достигает Продолжает Активно в лесу фармить Но и не получается у стажера Себя на карте найти Были такие моменты и вчера Когда Роксов не слишком активный Стажер прям выганкивал Но он обычно Прекрасно контролировал лес Что вообще такие заешки от Смайли Идут в этом матче Просто идеальное чтение ситуации Прыгает Кира Теперь постоянно назад уже А не как после кила На дробошон В прошлой игре Ну а Занза Тоже времени зря терять не хочет Фарм фармом Но Нидали должна Сноуболить не только себя Но и свою команду В первую очередь Давлением на вражеского лесника Которое уже было оказано Ну а дальше уже по возможности И на линии Если найдется такая возможность В любом случае ошибаться Игрокам нельзя Поэтому они предпочитают Сейфово Запармить кемпы Вместо того Чтобы выходить на ганги Которые возможно Не закончатся успехом Заходят они практически Только тогда Когда они в них уверены Что же касается Стажера То в отличие от Занза Он пытается найти Практически любые моменты Заходят даже не на самые Сильные и потенциальные ганги Выходит на базу Сейчас бот команды Вегас Квадрон Появляет самый лучший меч Уже у Эш Сейчас со второго бека Будет что-то еще Данный кланк идет На тро-лесный союз В то время как у Смурфа Будет замерзший молот В остальном все Абсолютно стандартно Кроме сборки Занзараха, наверное Которая тоже сейчас Может читаться стандартом Когда ты не Все-таки Собираешь первым Вообще лесной предмет А идешь какие-то кусочки Которые сразу тебе дают Активные статы Да, потому что эти статы Нужны именно Для контрджангла Я сам просто В последнее время Любитель в лесу поиграть На Нидали? Нет, ни в коем случае Не на Нидали Но мне именитые игроки В том числе Из СНГ Лесники Я спрашивал У них советы Они говорят Что если ты доминируешь Ваш с колесника Тебе не нужно сильно фармить Поэтому не нужен Быстрый лесной предмет И можно взять Какие-то кусочки Там Эйзер Висп Например Ну и у Нидали К тому же О, что делает Дуповик Лужа была очень странная Появляется Занзара Что-то здесь Пошло не по плану Занза Видит Стажера Стажер гонится Сейчас за Нидали Но Занза не стала Отфлешивать Стажер не видит Нидали Потому что они Очень маленький рейндж Ну да, да Есть такое И Занза Пойдет ли агрессия дальше Не поехали Альбус Нокса Здесь Дуповик с Кирой Пытается разменяться И Кира отступает Тем временем Стажер ловит стрелу У Стажера могут быть проблемы Он отфлешивается Через стену Ликрит еще и ульт сдал А вот ульт был точно лишним От Ликрита Если Стажер Сразу собирался флешиться Да, но так как Есть выход до поклона И знает Занза Об этом Он не идет дальше После Пошла Стажера Предпочитая Сайфово пойти Пить Трейка В этот раз Дракон с Драконами Все поспокойнее Для Веги Давления такого Как от огненного раннего Не будет Драбовик ультует Идет по Кире дальше Кира выпрыгивает Будет ли Драбовик Подфлешиваться за ним Не будет И наверное Правильное решение Океанический Дракон Достается команде Вега Сквадрон Опять с Драконом Вега лидирует Как и вчера В матче Против Натус Винсера На топе Тем временем Гнар Чуть-чуть Как раз И опережает Он холли Из-за своего Раннего килла А на миде Происходит постоянная баталия И сказать о том Что Кира Настолько уверенно Ставит мид По сравнению С дробовиком Как это было В прошлой игре Уже нельзя Он не доминирует Скорее мид Да, но он стоит уверенно Сейчас он отличный трейд Провел прямо перед бэком Да, он разменялся Невыгода Но любой размен выгоден Когда противника нет Телепорта А у тебя есть И сейчас уже у дробовика Могут быть проблемы Сразу же уходят Не хочет передать Возможно что-либо по себе дать Он тут получил Немножку урона от миньонов И все Сейчас дробовик уйдет на базу Подкупит себе все-таки Облачение духа В смайле встанья И флопа Никакого здесь нет Лесники пытаются Найти возможность Но никто не ошибается А стажер Кстати Обрати внимание Несмотря на модный тренд Собирать ранний тиамат Сейчас стажер Все-таки собирает себе Лесной предмет Испепелитель Потому что правильно стоят Квенокоманды Вега Сквадро на своих линиях И не дают стажеру Реализовывать ганги Из-за этого Он уходит все-таки В парм леса Видел стажер Видел стажер Сейчас недели И Занза все понимает Прекрасно что его увидели И Занза отступает Но конечно Никаких дайвов быть не может Кира Ищет себя Опасная Может быть Нанхоли Нанхоли начинают дайвить Подбрасывают В секунду его Убивают смурфы стажер И минус Копер команды Вега Здесь не рассчитал Ситуацию Занза Странно Даже Кира не потребовался Странно Что Ганзара Не знал Как у него мало хп Гангбанг стоящий Без флэша С третью хп Против Гнара Который сильнее Его по крипам И Рик Сай Которая находится рядом Естественно Должен быть задайблен Кто быстрее башню заберет Кто быстрее башню Это очень важно Золото Золото Просто это лишний килл Убивает первую башню Альбус Нокс И Вега сейчас ответит Но дополнительного золота С этого они не получат И разница Появляется в счет 2-0 Но кстати говоря При счете 2-0 Разница всего в 400 золота А это значит Что все это хорошо У Вега Сквадрон сейчас Кроме как на топе Там конечно Смурфа Доминация сильная Ликриит Ни по кому не попадает Странно Несмотря на то Что в начале Бэтмуса Мирака Он все равно Выходит на Более-менее ровный фарм Проигрывая сейчас 15 миллионов Но он все же Заберет Некоторое количество А может быть И всех Из тех Которые Идут Вообще Вот несколько Неочевидный выбор Для Ликриита Тарика Он всегда был Ликрит всегда был Сильным саппортом Но в то же время Он всегда был больше Таким саппортом Который любит Потянуть на себя Отделы И не скрывая от этого Тарик обязательно Играя через своего союзника Он не может Без идеальной синергии Со своими тиммейтами Ну Разыгрывать безумные ситуации Которые Ликрит так любит А безумные ситуации Очень сложно читать Твоим тиммейтам Поэтому Кири Например сложно понять Что там он должен Лететь вперед Сначала Жоню А потом улет Ликрита Или наоборот Сначала улет Ликрита А потом Жоню Понимаешь То есть И вот это В первой игре Было заметно Что идеальные синергии Тарика Плюс команды У Альбус Нокс Пока что нет Ну Как многие наверное Понимают Что сейчас уже Не совсем Таллига легенд В которой Галлио ульт Гангпланк ульт Анечка ульт Все ульты И это связка Сейчас связки Стали гораздо сложнее И профессиональные игроки Иногда предпочитают Врать сложные связки Нежели простые Какими как раз И являются Касадин и Тарик На бой Терега Сейчас отпушивает 124 И даже чуть больше будет Сейчас фарма у Асмайли По фарму выйдет На миде дробовик Вот теперь У Кири преимущества нет И пожалуйста Обратите внимание Дробовик абсолютно верно Матчап разыграл Ну а Ананхоли Опять будет Сейчас под ударом Все понял Но спасать-то его Некому Смайли дает стрелу с бота Там кстати Или на боте дает стрелу Сейчас посмотрим Долетит ли сюда Или она на боте Была просто потрачена Ну видимо Все-таки Ананхоли умрет Все на боте Потому что давать Гангпланка Стрелу с бота Это очень тяжело Ананхоли умирает 3-0 в пользу Альбус Мокс Луна Да Ананхоли конечно Очень сильный топпер Но Это накладывает Некоторый груз Когда тебя начинают Напрягать И ты начинаешь Все-таки Немножко нервничать И забывать О том Когда и как Тебе могут зайти Допуская ошибки 0-3-0 в Ананхоли И абсолютная Пока что победа На линии Ускурфа Хотя 3-0 2-0 1 Гнар 0-3-0 В Ангпланк А разница по золоту 100 или 200 золота 150 примерно Еще и на боте Сейчас Занзара У Стажера Правда есть Ульта Поэтому я не думаю Что здесь Для Веги Это самый безопасный Маневр Хотя 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 Альбус Нокс У Литрита Ульты-то нет уже Идет сюда ульта Рексай Но это может не спасти Миркл Фильм Поросем Пытается застанет Смайли Появляется Стажер Смайли Эдвард его не может спасти Потому что Эдвард уже без ульты Альбус Нокс Идут дальше Кира играет по дробовику Счет уже 4-0 Идет дальше Кира Дробовик отступает Есть еще флэш Ультует Подходит Эдвард У Эдварда все еще нет ульты Кира гонится с дробовиком Подбрасывание по двоим От Эдварда Прекрасное И отступает Вега с квадром Потеряв только Идет измайли И те Эйнексы Которые были в прошлой игре Совершенно не выглядели так Как выглядят эти Эйнексы Сейчас Которые Правильно делают Свои мувы Читают мувы соперника И делают контр-мувы Которые приводят к убийствам Ну а в Нанхоле Конечно на топе Ситуация будет еще более тяжелая Минус 40 Сейчас по фарму На миде Дороговик может Сколько угодно Размениваться Но Кира по фарму Вернулся достаточно сильно И Уже не только Эйнексы На себя не похожи Из первой игры И Вега тоже из первой игры Не допускал там Нанхоле таких ошибок Чистенько играл А здесь Под давлением стажера Оказался В невыгодном очень положении 0-3-0 Гангпланк Долго времени пройдет Пока он станет Действительно сильным и полезным И вот вам дорогие друзья Пример Когда Нидалит Выигрывает у Риксай Весь Орлигейм Но Риксай Находит себя на карте Имеет 2-0-1 Даже с оставанием По уровню Геги надо отступать Походит опять Кира на бот Как же много Кира сейчас становится на карте Владимир абсолютно не здесь И Все-таки отступает Кира не хватает Ему поддержки от команды Джин был не здесь Долго здесь Миркл Долго все наверное Повеселее Да Настолько очевидные конечно Ганги не всегда получаются Хотя В принципе ищут И пытаются Эйнексы Заработать еще килограмм Сандара Под фокусом Оказывается есть флеш И по ультажам И пытается спасти Да Спасает Эдвард Теперь сам под фокусом Оказывается Уйдет ли сейчас Собор Беги Прыграет зал Залбивает стажера По ликвиду Примечается Миркл Пытается разыграть Злестящую ситуацию Идет изнурение на Мирклу Продолжает стрелять Смайли Получится ли добить кого-нибудь Нет Смайли Не может никого добить И размен получается Один в ноль Смайли расстрелял Соперников только что Изнурение пошло по Мирклу Исмайли Прекрасно выдал На него тот урон Который не позволил Мирклу добить Ни Эдварда Ни Дробаша Вот пожалуйста Альбус Ноксов Это теперь Альбус Ноксов Вчера Нави Навили А теперь Альбус Ноксов 4-1 А Вега ведет по золоту Вот тебе пожалуйста Как Вега берет Оружие противника И выигрывает им Ты можешь нас добивать Сколько угодно Но мы окажемся Сильнее по объектам Вот та Вега Которую мы так долго ждали Наконец-то мы видим Эту команду И наконец-то мы видим Что же они привезли На эти финалы Но пока мы не видим Всего что привезли Нам Альбус Нокса Конечно Альбус Ноксов Даже вышку забрали Первую Вот под Занзария пошло Достаточно много урона Но хороший хил от Смайли Хороший флэш от Занзы И конечно Стажер словил копье И погиб Если честно Непонятно Почему здесь Кира Не подключился Они пытались поймать На миде Владимир Да, Дробаша свил флэш С одной стороны Но с другой стороны Он-то не умер Если бы Кира Телепорт дал за спину Или куда-нибудь Хотя бы рядом Это могла бы ситуация По-другому Абсолютно быть разыграна Тем более Что с печаткой В любом случае Даже ассисты Даже киллы Очень приятно Касадином получать Ну вот Я уверен Что дело в том Что во-первых Когда соперники Постоянно пушат За любой твой телепорт После 11 уровня Ты практически теряешь мышку Практически точно Если только Лисник Коврит А он не мог коврит Во-вторых С недавним патчем Телепорт стал В 4,5 секунды Касоваться А продолжающий флэш Был лишь требушер Были причины у Кира Не давать свой телепорт Были причины у Веги Эту ситуацию выиграть Тысяча золота преимущества Идут сейчас на Т1 На топе Вопрос в том У кого есть чем На это отвечать Здесь Кира играет Через рифболк Смайли просто Расстреливает Киру Абсолютно ни под что Не подставляясь Вега хорошо ситуацию учитают Дробовик с Занзой Продолжают просто Вычищать лес У стажера Насколько все-таки Синергия заметна Между Занзой И его лейнерами Но не у Занзой Его копий по крабам Вот этой синергии Пока мы не увидели В этой ситуации Почти 50 кейпов Опережает Занза Своего оппонента Огромное преимущество И стажер Зайдя на ганг Погибает А Занза Получает килл внизу Ведущий Волок Немножко Морануется Кира Кира в агрессии Очень сильно по смайли Рядом Эдварда Эдварда еще есть уль Здесь Ольгус Мокси Возможно не стоит Дальше идти Хотя кто знает Клейпорт пошел Очень опасный От гангпланка И его отменяет Телепорт после этого Остается между прочим И можно будет Попробовать что-то разыграть И все больше и больше Драки становятся Более размеренными Менее взрывными И конечно же Не хотят команда Рисковать Потому что цена ошибки Слишком высока Учитывая какая-то Стадия турнира По-моему Эдварда Только сейчас Начинают по полной программе Осознавать Насколько Вега сильна И что они перестают Играть вот так Самоуверенно Рассчитывая из каждой ситуации Выжимать абсолютный максимум Даже рискуя в ВФГ Так как они вчера играли Против команды Торнадо Рокс КС-1 Пантеон Мачап И за 20 минут 5-0 КС-1 Но такого В этом противостоянии Случится вообще никак Ну и Вега Сквадрон Конечно Теперь будет бороться Против Анакс Которые играют Полную силу И которые Будут просто До последней капли крови Защищать свой чемпионский титул И пока у них С трудом Это получается Ведь насколько Вега хорошо готова Как сумбурно выглядела Она вчера В двух матчах Из пяти Может быть даже в трех Но пока что Пока что мы не дошли До третьей игры Пока что мы до третьей игры Не дошли Ну кстати При разговоре Шаркс отметил Что в первую очередь Там психология сказалась И самое главное Что в пятой игре Они эту проблему решили Они обсудили Они поговорили И своих игроков Конечно Смурф будет достаточно сильно бить И очень хорошо танковать И очень хорошо танковать Потому что хп пул У него просто огромный Из-за черной сепиры И разумалита Ну эти трейды Они выглядят очень интересными Но они ни к чему не приводят Потому что у Владимира так много Состейн Да в общем-то как и у КС-1 Что-то Ничего здесь не сделать Отгоняет Занзара Стажера От Т2 башни Ну и Смурф Смурф Могут ли его подловить Стрела Он уворачивается от нее Копье тоже уворачивается Смурф Просто И еще и сбивает Бочку на Анхоле И такую бочку на Анхоле Он тоже сбивает За Смурфом Там просто Отряд выехал А он ушел от него Спокойно Где правда стажера бы еще уйти Но его закрывать уже нет Он просто Владимира нет Тем временем Владимир под давлением Стажер Копье такое поймал Опасно Лыша уже нет Данза прыгает вперед Стажер его подбрасывает Данза идет дальше Стажер Тем временем Подходит Джин Подходит Тарик Занзар отступает Тут Смурф Будет ли прыгать вперед Рага есть Ультой промахивается Смурф сейчас Ошибочки пошли От команды Альбус Нокс Луна Опять Ну и Стажер еле живой Смурф еле живой Отступают тем временем Кира Отставил Стокопье поймал Стробовик Сейчас идет вперед Кирус влетает Просто слетает земли Ульта Кампланка замедляет У Ликрита есть Ульт Анхоли Бочечки дает Но Уходит и Ликрита отсюда Тем временем Вега давит дальше Счет 2-4 500 золота преимущества Вольт в Веге с квадрон И это может быть Т2 У Киры есть и Лефорт Но 30 секунд времени Есть и Веге с квадрон Чтобы башню снести И как говорил Старый состав М5 В котором играл Эдвард За вами выехали Видя бум-бум Блескран Это да И Эдвард Это тот самый Эдвард Который шутколит И выводит свою команду На тот уровень Который нужен Прямо сейчас Бега просто показывает нам Кое-что новенькое Он показывает нам команду Которая реально На равных Из преимущества В СНГ играет Против Альбус Нокс В серии Матчей до 3 побед И Альбус Нокс Мужа надо доказать Что они в этом гранд-финале Могут хоть что-то показать По крайней мере пока что В любом случае Пока что Бестов 5 не закончилась Мы видели как вчера После 2-0 Нами взяли 2 игры И были достаточно близки Чтобы взять И третью игру То есть пятую в серии Но вега все-таки Их переиграли И сейчас может что угодно Произойти Какая угодно команда Может победить Настолько интенсивные Интересные И красочные матчи Мы наблюдаем с вами здесь 1500 долл Примущества веги Два дракона Ситуация очень непризонная Конечно Сейчас я думаю Даже самый уверенный В победе команды Альбус Нокс Болельщик Начинает постепенно Сомневаться Потому что Не только вега Выигрывает игры Не только вега Захватывает преимущество Она делает это Абсолютно инициативно И абсолютно играя Первым номером То есть это Не то что Альбус Нокс Внезапно начали играть плохо Просто вега тоже Играет очень здорово Кира Кира Что забыл здесь Есть флеш Стрелой промахивается Смайли Кира пытается убежать Дает еще один рифт волки Уходит Кира Отлично От этого ганка 4-2 До сих пор Ведут Эйнексы И Кира Не позволил Соперникам Забрать третий Кир Чтобы выйти Еще больше Вперед По золоту Но Эйнексы Отвечают Эйнексы Идут на Т1 Башню на миде Здесь Анзара Не читается Ать Когда копье Попадает на меню Тем временем Нанхолик Красивый закамбил Бочки Но уворачивается От почти всего Что дает по нему Гнар И никакого Никаких проблем Здесь нет Тем временем Стажерский критом Подходит на бот Уже готова К этому вега Сюда выезжает Эш Сюда выезжает Жанна Владимир Готов подключиться Правда и КС-1 Тоже может помочь Занза Не боится Кира Абсолютно Вот очередной раз Крадет Тинебаб Третий раз На поле Убивает его Гнар Вот это да Вот это ошибка Тем временем Еще ситуация не закончена Потому что Башня Т2 упадет Сюда идет Телефорт Заходит Владимир Владимир начинает Отступать Пытается выиграть Чуть-чуть времени Эдвард На своей башне Чтобы хотя бы на Т3 Альбус Нокса Пойти не смогли Тысяча разниц В пользу Веге Но это не важно Если Вега останется Сейчас без стороны Но 22 секунды Рискнут ли Альбус Нокса Вот главный вопрос И похоже что нет Отступают Нанза здесь Нет Они зашли на хайграунд И прыгнул ХС-1 Отлично со стана Ликрита Но выплышался Смайли По этой причине Эмисы Уходят с Т3 Довольные результатом Этого скримиш-файта Который В принципе Даже не произошел Но Был потрачен флэш Я бы кстати Ооо Ультует Дробовик Попадает Стрела по Ликриту У Ликрита Могут быть проблемы Время дробовик Гонится сейчас На Мираклум Дробовик Очень сильно просел Умирает В этот раз Смиракл продолжает жить Альбус Мокс пытается убежать Уже умирает И Бот Лейн Сейчас команда Альбус Мокси Стажер может вот-вот отъехать В Смурте времени Играет по Смайли У Смайли проблемы Но рядом есть вроде бы Жанна Она может его подсейвить Смайли Еле живой Продолжает стрелять Кира еле живой Минус Кира Бега Что вы творите Только посмотрите на это Минус 3 Сейчас будет минус Смур Смур культует двоих Пытается хотя бы что-то сделать Прыгает дальше Выпрыгивает Что творит Смур Но копье не дали Точно в цель Бега-Сквадрон Минус 4 Только Стажер остается в живых Бега-Сквадрон идет на оборону На Шора Вот это да Я совсем не понял Каким образом Ликрид и Миракл Хотели задуэлить дробовика Да, он был 0-1 Но у него имелись предметы И Джин не соперник Мили-РНЖ Совершенно Владимиров Дробовик сделал все Чтобы поставить файт Удобным образом Смайли стоит выше Но ему все равно Разбивают сейчас Туннель Смайли по нему стреляет Ставрор подбрасывает трейк Пытается выиграть время Минус Ставрора Убивает Эдварда Сможет ли Вега добить барона На Шора Ликрид уже здесь Играет в лучшую А не получает Минус барон Ликрид тем временем Играет вместе с Джином Пытается добить Занзару Занза уворачивается И Занза Занза Убивает его Джин Минус Занзара Отличный выстрел от Миракла Смайл Прекрасный выстрел от Миракла Точно в цель Пытался Занзар задолжить Третий выстрел У него получилось это Но критический четвертый выстрел Слишком много урона наносит Барона все же забирает Вега Поэтому сказать о том Что размен 1-3 Совершенно не выгоден Веге Все же нельзя Ну и вообще Вот здесь Миракл встал Просто от дробовика И дробовик начал его Кусать И Миракл погиб Да, но Ликрид уже В такой позиции сделать Конечно ничего Абсолютно не мог Очень долго подключался От драки с Мурф Телепорт он дал неудачный Был слишком далеко от команды Ну и стажер просто убегал Здесь конечно Смурф Изо всех сил ситуацию Пытался разыграть И попытки эскейпа Надо просто ему засчитать Как один большой Такой сочный Жирный балл Но никак Он уйти уже не мог Кира конечно Ликрид Извиняюсь Конечно же Пытался сэйвить Миракла Но он попал в стан А Мираклу нельзя было Стоять на месте И ждать пока выйдет из стана Ликрид И поэтому он начал двигаться От него И они оказались Совершенно в разных экранах Знаешь Несмотря на то Что Владимир все-таки Персонаж Который достаточно Ограничен в тех возможностях Что он может сделать И самое главное У него собственно Перестоять в фазу Все еще Остается и выйти В правильный Мидлейт гейм Но я бы хотел заметить Что Дровьев Настолько хорошо знает Лимиты и пределы Этого персонажа И так тонко И точно двигается В драках Постоянно Что очень сложно Любой команде играть Он все время пытается Выжить из Владимира Просто максимальные Выгоды для своей команды Вот тем временем Проблема у Нанхоли Опять пытаются его поймать 1-5 Может чистую смерть Нанхоли отдать Уждует Ставор теряет Достаточно много здоровья Но Нанхоли потерял больше Кира идет дальше Пытает Нанхоли добить Нанхоли использует Там Свой апельсин Минус сторона Тем временем Вега идет дальше Что это такое? Вега? Что? Вега! Вега пытается закончить игру Альбус-Нокси где вы? Драка может начаться Тем временем пошла драка Умирает Стажер Вега-Сквадрон пытается Оформить 2-0 Альбус-Нокси Кира не лежит Кира убьют тоже Вега! Неужели это конец матча? Неужели это 2-0? Первая башня падает Сейчас может упасть и вторая башня Идет выжить на поклон Отступает Вега-Сквадрон Чуть-чуть Но это еще не все Это явно еще не все Вторая башня Вторая башня для Веги Они просто пытаются Закончить эту игру Как можно скорее Чтобы не затягивать Зачем? Можно Нет, все Падает башня Идет дальше Вега Миракл, Смурп стоят Ликрит тоже Смурп умирает Остается только Миракл и Ликрит Вега-Сквадрон Оформляет 2-0 В этом гранд-финале Кто бы мог подумать Вы только посмотрите Что творят эти ребята Одна игра отделяет Вегу От чемпионства В этом гранд-финале Что происходит вообще? Где эти фавориты Которых мы видели Так долго? Где эти прогнозы Которые единственные Прогнозы в сторону Веги Сделал АТР Сделал Альбус Нокс Луна Доказать свое чемпионство Несколько раз В течение предыдущих Несколько сезонов И побороться за чемпионство В сезоне Это Ставится под большой вопрос Друзья, напоминаем вам Что фанатов Фанатов Альбус Нокс Луна В этом зале немало Друзья, вы все равно Должны поддерживать Свою команду Потому что Если вдруг они сейчас Проиграют На этом все Это гранд-финал проигранный Поэтому каждый раз Когда Альбус Нокс Выходит на сцену Уходит со сцены Ваши аплодисменты Должны их подогревать Поэтому, пожалуйста Не забывайте об этом Друзья, этот кубок Достанется сегодня чемпиону А кем может быть Этот чемпион Мы разберемся Со студией аналитики Тебе, Юра Я бы не стал Так торопить события И списывать Альбус Нокс Со счетов И говорить, что Вот, Вега уже все Там уже сейчас Почти 3-0 Там прогнозы Уже не сбываются Мне кажется, что Да, у Альбус Нокс Есть некоторые ошибки Некоторые моменты Которые они Так упускают Скажем И сейчас Самое время для Альбус Нокс Опять же в перерыве Как-то над этим всем поработать И вот это прощупывание Оно должно закончиться И Альбус Нокс Должны начинать уже Стрелять на полную силу Начинать струлять Как говорится Пока что Эйнексы Идут к тому Чтобы эпоха Хард-рендом Закончилась Потому что Вега сейчас Доминирует и властвует Как они реализуют Свои пики И свои действия Это просто не поддаются Никакому Воображению и уму Потому что сейчас Я в прошлой игре Отмечал, что Они не пошли Заканчивать игру Тогда, когда они могли Они отступали Перегруппировались И я думал, что Им не хватает характера Им не хватает Той изюминки Которая всегда есть У Эйнекс У этого состава Который видит Если они могут Закончить игру Они все силы На это бросают И чаще они Остаются в плюсе Сейчас же нам Вега показала Что они тоже Умеют так же Эффектно заканчивать Игры Вообще говоря Немного о Веге Мне нравится Что они смогли Все-таки адаптироваться Занза начал фармить Играть на себя И в конце концов Он именно Ходил по карте И всех убивал И еще понравилось То, что Дробовик понял Свою ошибку И не стал собирать Этот протеремень Вместо этого Он собрал спирит Висаши И в принципе Задоминировал Киру Можно сказать Что аналитик Веги Намного лучше Проанализировал Игру Эйнекс Вчера Чем аналитик Эйнексов Проанализировал Игру Веги Вчера Потому что Сейчас видно Что тот же Саппорт Опять Немножко По-другому Отличается Жанна Опять ломает Игру Эйнекс Потому что Они постоянно Пытаются играть Через бутлайн Вот что мешало Допустим Продолжить помогать Гнару Ну вот Они убили Три раза Ганпланка Потом Спушили вышку Забрали Герольда Могли идти Также убивать его И по Т2 Зачем идти на бот Там же Жанна Это очень сложно И мне кажется Что Эйнекс Гоняются за киллами Уже вторую игру Вот как вчера Рокскиз Пытались именно Киллами обыграть Эйнекс А Эйнекс просто Доминировали по всей карте И выфармили все Что можно За эту игру Точно Казадин Это не тот чемпион Я понимаю Что он может ромить Но у него есть телепор Нажми Если будет какой-то файт А так стой На сайде И фарми свои итемы У него еще нету Второго итема Он шел в Морелло Для КДР А он уже заромил Раз по 10 на всей линии Не знаю Это неправильно Эйнексом нужно успокоиться Спокойно Как они Весь регулярный сезон И прошлые плей-оффы играть И тогда у них будут Какие-то шансы Если третья игра Будет точно такая же Это 3-0 И эта сенсация огромная Просто для нас будет У всех Да Сенсация Прям невероятная Потому что Альбус Нокслуна Команда Которую мы ожидали Что все-таки Будет доминировать И если бы это были Там 3-2 Как прогнозировал Атери Мейнс То это плотные Реально плотные 3-2 А никак не какие-то 3-0 Я сегодня проходил Мимо Эдварда Когда мы увиделись Он сказал Специально для тебя Будет 3-0 Я ему не поверил Но видимо он что-то знает И пока что Идет все к тому Чтобы Они И Эдвард Реализовал то Что сказал Сейчас нужно Какой-то интересный Драфт придумать Сейчас надо Забанить Нидали Мне кажется От этого все строится И Занзара Выигрывает Эрлигейм Второй раз подряд Стажер не может Сделать с ровным счетом Ничего Да ну что ж Дорогие дамы и господа Мы сейчас уходим На небольшой перерыв Прежде чем Начнется дичайшее Противостояние Между командами Альбус Нокслуна И Вега Сквадрон Альбусы У них буквально Последний шанс Потому что это Матчпоинт В пользу Веги Последний шанс Чтобы реабилитироваться И все-таки Одержать верх Но прежде чем Мы уйдем на перерыв Давайте послушаем Игрока Средней линии команды Вега Сквадрон Дробовика 1-2-3 И услышим Что он нам расскажет Субтитры создавал DimaTorzok